Миша 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 Пусть лежит Привет Так, ребят, буквально Привет Минутка сейчас на ютубе запустится эфир А я не вижу здесь анонса Привет Привет Привет, привет Буквально минут скотча А вот нашла Ребят, я бы, наверное Пока все собираются У нас сегодня с вами Давайте будет такой жесткий эфир Потому что все-таки, наверное Не до конца Не до конца люди понимают Как меня Себя Что я делаю Как я иду Каким путем иду Почему у меня такой путь Почему я так Веду своих людей Тех людей Которые идут со мной Я бы хотела, наверное Это еще рассказать Чтобы это уже Все прям у нас Конкретно жестко зафиксировано Чтобы уже люди понимали Пришло понимание Почему Почему я такая Я сразу же скажу Что я такая Вот какой вы меня видите В эфирах Я точно такая же На ретритах И я точно такая же В жизни И люди, которые меня знают Они это тоже видят То есть у меня нет такого Что здесь я себя гуру строю Там я себя строю того-то Там я строю того-то То есть я всегда Везде одинаковая У меня нет чего-то там Где я в какие-то моменты Выгляжу Говорю Что-то делаю по-другому И мне от этого кайфово Мне и нужно себя Вспоминать Какая я была тогда И какая я сейчас То есть вот Когда ты идешь В тотальную честность Ты идешь просто И ты начинаешь просто жить Почему я начала этот разговор Потому что вы же все Наверное уже в курсе Что мы Я и Слава Мы Такие сделали Чаты Трешечки Называю их Трешечки Это когда у человека Нет возможности Приехать В России На ретрит Но очень хочется И кто Хочет идти На индивидуальную проработку Но нет возможности Брать индивидуальные консультации Часто Потому что они Ну намного дороже стоят Да Вот И мы сделали Вот эти вот чаты Трешечки Причем мы сразу же Предупредили Что ребят Эти чаты Они не для всех Только для тех людей Кто готов идти И сделали у них Такую минимальную цену Изначально минимальную цену Вот И когда у нас Пришли несколько То есть у нас Пришло какое-то количество человек И мы сказали Что как бы Пока мы больше не берем Потому что Нам нужно прорабатывать Вот тех Которые есть Чтобы там Если Подождите Если не хотите ждать То как бы Ну Вот так вот получается И я В предыдущем эфире Рассказывала Что одна Из девушек Она Говорит Я вот По таким-то обстоятельствам Я не могу Идти дальше Так-то и так-то Я конечно это озвучила И сразу же сказала Что ребят Больше никаких Возвратов не будет То есть мы же Тоже не игрушки Я не игрушка Нельзя так вот Поиграть А потом сказать Ой вы мне не подошли Нельзя так поиграть И сказать Что Купить Билет На какой-то фильм Прийти в кинотеатр Полфильма Отсидеть Потом скажут Сказать Что-то мне этот фильм Не зашел Верните мне деньги Вы же так не делаете А здесь вы почему Позволяете Обесценивать Все что есть Вокруг вас То есть я же Никому не говорю Что я сейчас Вот сто процентов Я всегда говорю Вы возьмете Чуть-чуть больше Больше того на что вы способны Чуть-чуть больше того На что вы способны Не что я могу дать А на что вы способны Если я не ем То это не говорит о том Что и вы После того как со мной Пообщаетесь Не будете есть Это говорит о том Что у вас Произойдет какой-то Переломный момент Когда вы Со мной например Побудете в одном поле Когда вы увидите Что это возможно Что это реально Как себя человек чувствует Как он себя видит Что вокруг него происходит Какая у него аура Вы всегда возьмете Чуть-чуть больше На что вы способны Не на что я способна Повторюсь еще раз И когда в очередной раз Мне говорят Что как бы Ну вот я пришла Что-то вы мне Не даете никаких заданий Никакую инструкцию Что же это такое И вы же обещали пожестить И когда я говорю Как бы Ну не готова Ты к жескачу Давай еще Поковыряемся Просто в психологии Я говорю Да нет Я же пришла сюда На жескач И сегодня у нас Произошла такая ситуация Что мы вывели Одну из девушек На жескач Причем Хватит не на жескач Я до жескача Там вообще Дело даже не дошло То есть Закинули Несколько фраз Достаточно Неприятных Я бы так сказала Но неприятных Для того человека У которого нет Нет ровности внутри И когда закинули Пару фраз Там понеслось Такое Что там вообще То есть Перешло на личности Там перешло Вот это Да И вот Настолько Это говорит о чем Это говорит о том Что Жора Собака чешется И нога Убирается в стену И начинает стучать Это говорит о чем Это же Не говорит о том Что это хорошо Или плохо Это говорит о том Что мы всегда Готовы К жескачу Когда это не касается Нас Всегда готовы Когда Говоришь Что там Что-то по жесткому Говоришь Все такие Да Да Ест Конечно Так оно и есть А когда это говоришь Индивидуально Кому-то То все сразу же Так Это не про меня Это я проработала Уже давным-давно Это вы придумали Это ваше Вы мне навязываете Вы говорите одно и то же Вы делаете то-то Вы говорите то-то Это все не про это А углубиться туда Ну вот например Мне там Скажи Скажи Ты вот такая-то Но Если человек Меня увидел Такой-то Значит это есть Не только в том человеке Который это увидел Но и во мне же тоже есть Я же это отразила Я же это смогла отразить Другое дело Что меня это не зацепит Это другой вопрос Но то что во мне это есть Значит во мне это есть И я благодарна Я благодарна каждому человеку Который ко мне высказывается По любому поводу Он же может хоть как Восказаться Мне вот там например Там говорят У вас там накаченные губы И знаете Мне приятно Не то что они у меня Они у меня не накачены Потому что когда пошел Вот этот пик Накачивания губ У меня не было денег Чтобы их накачать Но И у меня Никогда не было Ни денег Чтобы накачать губы Ни с губами Никаких проблем Потому что они у меня В принципе Не тоненькие Но когда мне так говорят Мне приятно Я думаю Я прям так значит Так бросается в глаза Но мне всегда хотелось Изменить нос Мне все время хотелось Сделать поменьше Потоньше Там еще какое-то Тоже не было денег А сейчас я понимаю Что думаю Как хорошо Зато мне Вот если уж высморкался Так высморкался Так прям Ух Нормально Все нормально Вот поэтому Ребят Когда я говорю Что если Сейчас мы вот это Чаты трешечку Подняли до максимальных размеров И сейчас туда пойдут люди Только те Которые четко понимают Как они зарабатывают деньги На что они тратят И если они идут к нам То они идут конкретно Понимая На какие проработки себя Они идут И это очень важно Потому что Из всех людей То есть у нас сейчас Достаточно Достаточно много Человек Вот в этих трешечках И всего Всего четыре человека Из них Пошли в следующий путь Следующий путь Это Когда уже мы Психологию отбрасываем Потому что это ниш Это Вот тот уровень Та ступенька Которую мы все Ее пройдем И вы все ее прошли Уже по тысячу раз Но вы Многие Возвращаетесь к ней Потому что Вы Не видите Как дальше делать И мы как раз Покажем это Но опять же Это говорю Ко второй ступеньке Подходит только Вы подойдете Только тогда Когда вы осознаете Первую Когда вы тотально Примете ответственность На себя Когда вы тотально Уберете плюс и минус Когда вы тотально Уберете внутри Оценочность И у вас будет ровность Что бы вам ни сказать Вы можете улыбаться Можете смеяться Это же не говорит Что вы на На людях Будете как унылое говно Сидеть там И ооо Хотя мы знаете Выслушиваем Такие у нас тоже есть Чатики Где там Километровые речи Вот это И тоже там бывает Такое Но это говорит о том Когда у вас ровность Когда что бы я вам ни сказала Вы только можете Сделать какие-то Определенные выводы Для себя Но что бы вас Это цепануло На какую-то эмоцию На какую-то обиду Кто я для вас Меня сегодня есть А завтра нет Салют Добрый вечер Барышня Добрый вечер Вадим Барышня Прямо мне когда говорят Барышня Так сразу же Бояриня Вот И Поэтому Ребят Вот я уже не один раз говорю Кто хочет Когда делаешь Жесткие проработки На конкретного тебя Многие воспринимают Это На индивидуальную личность Воспринимают На себя Они сразу же одевают Показывают Становятся гранью личности И говорят Да Ко мне так Ко мне так не надо Ко мне нужно поуважительней Я это уже схавала Все Давным-давно Я все это знаю Это не моя история Давайте ко мне другое То, что я не знаю Это все я читала в книгах Вот когда вы Вот это говорите Знаете Что вы находитесь Именно в том положении В том состоянии И в том мире Про который вы сейчас говорите Именно поэтому вам пришли Вот эти вот эмоции Потому что вы там находитесь Не выше Не ниже Не правее Не левее Вы находитесь там Где вы находитесь Всегда Всегда вы находитесь Всегда вы находитесь Именно В том состоянии С теми людьми В том мире Который вы создали Который вы создаете Только сами Если вы в говне То вы сами Это говно создали Если вы радуетесь То вы создали эту радость Это все отходит из вас Вы центр Почему когда мало сплю То потом как вареный ходишь Тут много факторов Не рассказать Приходите ко мне на марафон По депривации сна И там поговорим Почему и как И что такое вообще сон Нужен он нам Или не нужен И на каком этапе И как его лучше делать Потому что если ты Более или менее Традиционно питаешься Занимаешься спортом И у тебя там происходят Какие-то плюс-минус Обычные Среднестатистические вещи То конечно же У тебя идет На очищение твоего пространства Твоего пространства Как внутри Так и снаружи Тебе требуются Определенные вещи И ты восполняешь эти вещи Через сон И это тоже нормально И если ты начинаешь Мало сплю Ты говоришь Мало сплю Ты просыпаешься Специально Либо тебе не спится Что значит мало сплю Если мы ставим будильник И не досыпаем Это Минимизируя сон Для каких-то Для определенных целей Это одно А если мы услышали Что депривация Это хорошо И что там Исполняются желания И сейчас я его обрублю То блин Ребят Вы просто себя В такую Жопу загоните Через какое-то время И здоровье подорвется И все у вас подорвется Все равно Это нужно идти Через сознание Как вы Ну сыроед Спорт Сыроед Спорт Здорово А спишь А ты почему мало Ты не хочешь спать Или ты просыпаешься Ставишь будильник какой-то Ограничиваешь себя во сне Это же другие вещи Но у нас здесь как бы Не это Заходи в клуб И в клубе поговорим об этом Если Если не хочешь На марафон По каким-то причинам Тебе это неинтересно Заходи в клуб Там мы о многих вещах Говорим Как раз у нас завтра Будет эфир В 14 часов И там можно будет Поговорить Например о сне Специально не сплю Ну вот и специально не спи Специально Зачем ты специально не спишь Смысл-то какой Чтобы специально не спать Специально не спать Чтобы что Значит должны быть Происходить такие вещи Которые тебя завораживают И ты тогда будешь Ходить вареный Ты почему хочешь Потому что у тебя идет Нереализация того Что ты себе придумал Что должно с тобой Случиться Этого не происходит Ты такой Ой я не выспался И этого не произошло И не то и не все А если бы ты там не спала Говорила Ну к примеру Ой если я не посплю То значит я не знаю Мне завтра Не знаю Подарят Подарят особняк Для моего бентли Который будет стоять У меня уже Около подъезда И ты такой Не поспал И все О какой вялости Может идти речь Думаешь Оооо Все случилось За одну ночь Конечно там не будет Никакой вялости А если ты Себе придумал Определенные вещи И под вот эту Критериальность Не подошло ничего Конечно Все У тебя вялость Это чего Тело у нас ничего Не чувствует У нас все идет Через нервную систему Тело оно Как есть Так и есть Ты его можешь В каком-то Ракурсе сделать Плюс-минус Больше Больше Плотнее Тяжелее Легче Там еще как-то Но это идет Через осознание Через себя Тело тебе Никогда не скажет Там Ой Слышишь Там Это Как бы Мне тут Немножечко Там Дискомфортно Дискомфортно И всегда Идет через голову Тело может Только Там Не знаю Руку защемить Там Она может Посинеть И отсохнуть Она тебе Никогда Пальцы Никогда Не будут Там Говорит Слушай Хозяин Давай скорее Уже Там Упирай К нам Кровь Не приходит Такого же Не будет У тебя Все идет Через Тебя Как ты Это воспринимаешь В этом Есть определенный Прикол В недосыпании Но Я вижу Что прикол То у тебя Как бы Он не Перевешивает Не до приколов Больше У тебя Давайте Я сейчас По теме Немножку Пробегусь Ребят Я бы Очень хотела Вам донести Именно Ту тему Отдавать Не отдавая Да Что это Такое Потому что А потом Поотвечаю Еще на Ютубе На вопросы И здесь Если будет Что такое Отдавать Не отдавая Когда Мы Общаемся И очень Бывают Такие Вещи Какая Благодарочка Тебе Когда Мы Что-то Делаем И говорим Я Вот Этому Отдала Вот Это Я Вот Этому Отдала Лучшие Годы Там Еще Что-то Не важно Или Когда Например Говорят У нас В закрытом Клубе Как раз Был Эфир И там Мы Очень Много Об этом Обсуждали Когда Говорят Например Ну Богатые Вот Они Ниже Приносят Там Вот Это Что-то Бедные Что-то Приносят Не важно Какое Там Богатые Бедные Еще Что-то Но Есть Такое Всегда Есть Закон Вселенной Закон Природы Закон Нашего Тела Закон Самого Себя Если Ты Не Отдаешь Истинно Не Отдаешь К тебе Ничего Не Приходит И Как Вот Некоторые Говорят Вот Я Вот И Так И Так Уже Там И Этому Помогаю И Этому Помогаю На Десять Работ Хожу И Там Еще Что-то А у Меня Вот Не Приходит Оно Все Не Приходит Не Приходит И Не Приходит Что Такое Это Как Раз Идет Отдавание Без Отдавания Это Смотрите К примеру Вот У меня Кто-нибудь Там Кому Нибудь Я Говорю Я Тебе Там Дарю Телефон Я Тебе Внутри Я Сижу И Думаю Блин Думаю Сейчас Новый Телефон Покупать А Че Ему Отдала Вот Он Вот Столько Стоит Там Еще Что-то Еще Что-то Не Важно Что Когда Вы Внутри Не Можете Отдать То Что Вы Отдали Физически Роли Не Сыграло Никакой Вот То Что Вы Не Отдали Внутри Это Вас Сожрет Это Знаете Когда Люди Ищут Скидки Я Почему Написала В инстаграме Пост Продешево Это Все Оттуда Вот Посмотрите Как Мы Любим Скидки Посмотрите Как Мы Любим Там Скидочные Карты Скидки Какие Нибудь Распродажи Еще Что-то Потому Что Мы Все Время Там Что-то Нам Вот Хочется Как Будто Не Додать То Вот Это Не Досчитали Как Ну И Хорошо Кто Это Не Обязательно Касается Магазинов Сейчас Мне Начнут Писать Что Я В Магазине Всегда Что-то Ребят Я Всегда Говорю Если Это Какая То Идет Интерпретация Пожалуйста Будьте Добры Это Расширить На Все Это Не Важно Чего Это Касаемо Телефона Магазина Либо Ты Если Человеку Помог Да Даже Если Там Не Зна Там С И Ты С Ними Когда Сидишь Делаешь Уроки Если Ты С Ними Делаешь Уроки И Делаешь Уроки И думаешь Быстрее Быть Сделать Там Еще Что-то Как Мне Это Вот Достало Как Меня Это Если Ты Туда Не Углубился То Ты Даже Сделав С Ним Уроки С Ним С Ней С Ними Неважно Что А Внутри Ты Это Время Чувствуешь Что Оно Как Потерянное Как Будто Ты Мог Бы Сделать Еще Что-то Еще Что-то И Еще Что-то Тебя Это Внутри Начинает Съедать Даже Не Всегда Что Ты Можешь Это Отследить Это Называется Отдавать Не Отдавая Это Про Лучшие Годы Потерь Отдала Тебе Лучшие Годы Своей Жизни Это Все Из Эти Серии И Мы Себе Помогаю Я Ж Ему От Всей Души Желаю Я Ж Этому Вот Так Желаю Нет Когда Ко Мне Пришла Дама И Говорит Что Говорит Я Не Могу Вот У Меня Что-то Там Гложит Там У У Небеска Болезь Еще Что Когда Мы Начали Раскручивать Дошло У Нас До Того Что Она Говорит Вот Сын Сын А он У нее Был Болезненный До Определенного Времени И она С ним Ездила И по Больницам Она С ним Ездила В разные Города На Разные Курорты Чтобы Его Вылечить То есть Она Посвятила Лучшие Годы Своей Жизни Посвятила Своему Сыну Но Посвятила То Она Ему Чтобы Что Что Чтобы Сейчас Рассказать Какая Она Молодец А Он Засранец Ее Не Она Это Делала Она Же Это Делала Не Для Того Чтобы Вот Прямо Ух А Делала Для Того Что Я Молодец Я Это Могу Я И Сюда Езжу Я И Туда Езжу И Замуж Я Не Вышла Потому Что Мне Некогда Было И Работу Я Не Могла Найти Которая По Душе Потому Что Я Постоянно На Больничных Сидел И Еще Что То Еще Что То И Таких Ситуаций У Нас Миллион Это Как Раз Отдавая Без Отдавания А Когда Ты По Честному Говори Что Я Это Делаю Ведь Это Можно Я Не Говорю Что Этого Не Делать Ни В Коем Случай Никогда То Что У Вас Интерпретация Идет Про Другое Это Ваша Интерпретация И Если Я Не Сделаю Какой Акцент Вы Все Додумаетесь За Меня Я Все Таки Сделаю Акцент Потому Что Что Касаемо Детей Я Стараюсь Сделать Акцент Я Не Говорю Что С Ребенком Не Нужно Было Ездить Я Не Говорю Что Ребенка Не Нужно Было Исцелять Я У Тебя Столько Энергии Что Ты Ездишь И Туда И Сюда Со Своим Ребенком Какая Ты Мастер Ты Это Делаешь Для Чего Когда Он Начинает Улыбаться У тебя Внутри Все Расцветает Для Себя Ты Это Делаешь Когда Он Болеет У тебя Внутри Все Чернотой Покрывается Для Себя Ты Делаешь Чтобы Он Выздоровел И Если Вы По В разных Аспектах Чего Бы То Не Было То Только После Этого Мы Бы Начали Выстраивать Свою Жизнь Именно Так Как Она Нужна Для Нас И Если Бо Себе Признаться Что Это Для Себя Что Я Хочу Чтоб Мой Рядом Со Мной Ребенок Улыбался Потому Что Рядом Со Мной Он Будет Вот Таким Рядом Все Делают Для Себя До Граммулечки Вот Каждую Частичку Можем Отдать Себя Потому Что Это Идет Отдавание Идет Оно Всегда Оно Не Останавливается Почему Оно Вас Съедает Потому Что Новое Приходит А Старое Оттухнуть Начинает И Вы Себя Съедаете Мы Во Многих Вещах Не Можем Признаться По Честному Я Сегодня Не Просто Так Записала Рил Причем Я его Когда Записывала Этот Рил Была Ситуация Определенная Ситуация Где Одна Из Дам Говорит Я Хочу Все По Честному Говорю Не Хочешь Она Говорит Я Хочу Я Говорю Что Ты Хочешь По Честному Узнать Она Говорит Ну Вот Я Хочу Все По Честному Узнать Про Мою Там Ну Грубо Говоря Про Мою Семейную Жизнь Я Говорю Ну По Честному Расскажи Что Она Говорит Ну Вот У Меня Есть Мужчина И Вот Я С Ним Живу Он Старше Меня И Я С Ним Живу Потому Что В Другой Стране В Чужой Стране Это Если Я Не Ошибаюсь Германия Но У Нас С Ним Нет Даже Интима И Вот Я С Ним Живу Потому Что Мне Некуда Пойти Потому Что Я Без Жилья Потому Что Еще Что То Я Говорю Ну Так Уходи Ты Же Себя Обманываешь И Я Еще Даже По Честному Ничего Не Сказала Просто Сказала Уходи Посмотреть На Реакцию Ты Же Можешь Уйти Ты Же Можешь Все Бросить На Что Идет Реакция Соответствующая Да Нет Да Я Вот Такая Да Я Вот Такая Да Все Таки Меня Полюбили Да Если Не Нужно Было Он Там Давным Давно Бы Какой То Себе Нашел Были Еще Что Ребят Ну По Честному Ну Давайте По Честному Особенно То Что Касается За Рубежа Вот У Меня Очень Много И Знакомых И Клиенток Которые Живут За Рубежом Тем Более В Германии Там Настолько Защищены Браки Это Не Как В России Пошел Развелся И Все И Ты В Жизни Не Выцепишь Этого Своего Бывшего Мужа Чтоб Он Хотя Бо Три Копейки На Детей Тебе Дал Это Европа Там По Другому Чтобы Ему Развестись С тобой С такой Красивой Нудной И Замороченной Ему Нужно Чуть Не Половину Своего Состояния Тебе Оставить А потом Еще И Пол Жизни Тебя Обеспечивать Зачем Если Он Тебе Может Купить Пучок Петрушки Всунуть Его Тебе Засунуть Тебя В Огромную Красивую В Огромную Комнату Там Богатый Мужчина В Огромную Комнату Чтобы Не Дай Бог Ты Со Своим Сладко Напитанным Телом Потому Что Все Остальные У Определенного Человека Они Все Вонючие И Чтобы Ты Не Пошла Благоухать Своим Телом По Его Большому Дому Будьте Правдивыми Сами С собой Когда Вы Себе Говорите На Любую Ситуацию В Каждой Вашей Ситуации Когда Вы Себе Открываетесь По Честному Правда Она Всегда Неприятная Ну В 99% Когда Вы Открываетесь Себе По Честному Вы Всегда Найдете Вы Всегда Найдете Как Выйти Из Этой Ситуации Когда Вы Себя Прикрываете Под Каким Либо Соусом Неважно Под Каким Вот У Нас Дети Вот Столько Времени Вот Некуда Пойти Вот Это Я Не Могу Потому Что У Меня Нет Возможно Или Еще Что То Неважно Какого Соуса Вы На Себя Напихали Нацепили Какой Одеял И Спрятались Под Ним И Думаете Вот Если Бы Не Это Я Бы Вот Это Дело Ведь Не В Том Я Ж Сейчас Не Говорю Какие Действия Вам Нужно Сделать Я Сейчас Говорю Просто Элементарно Признайтесь И Только После Того Как Вы Себе По Честному Признаетесь Вы Поймете Как Вам Действовать Дальше Но Вы Никогда Не Вы Лезете Из Завелись Но Вот Он Все Равно Приходит И Смотрит Дает Денег Нашему Ребенку Он Меня Видимо Любит Ну Вот Вранье На Вранье Понимаете Я Понимаю Прекрасно Что Через Свою Вот Эту Жесткую Честность Жесткую Правду От Меня Многие Отписались Мне Многие Написали В Комментариях Что Света Мы Думали Что Вы Такой Благой Человек А Вы Говорите Такие Неприятные Вещи Так Чтобы Вышли Из Вас Эти Неприятные Вещи Их Нужно Вытащить Понимаете Вытаскивать То Их Как Через Поглаживание Они Не Вытаскиваются Через Поглаживание Вы Можете Годами Ходить К Психотерапевтам К Психоаналитикам И Жевать Там С С Ними Сопли Они Из Вас Никогда Ничего Не Вытащат Потому Что Им Удобно Что У них Есть Постоянные Клиенты И То Что Вы Не Хотите Вот Это Многие Не Готовы Вытащить Это Через Негатив Это Тоже Ваше Право Это Нехорошо И Неплохо Никто Не Говорит Что Это Можно Вот В раз Сделать Можете Это Годами Делать Можете Самостоятельно Делать Но Если Вы Обращаетесь Ко Мне То Вы Должны Быть Готовы Что Я Это Делаю Если Я Это Делаю Я Это Делаю Мне Не Надо С Вами Годами Работать Мне Нужно Чтобы Вы Максимально Раскрылись И Шли Своим Путем Дальше Чтобы Это Было Максимально Быстро Я Это Делаю Максимально Быстро По Честному Я Никогда Не Превышу Своих Полномочий Я Никогда Я Всегда Вытягиваю То Что Есть По Факту Просто По Факту Если По Факту Это Есть Я По Факту Это И Говорю Я И Про Себя Так Говорю Я И Про Кого То Это Говорю Всегда Только То Что Есть Никогда Не Наговариваю Никогда Не Начинаю Гладить Там Где Не Надо Потому Что Как Только Мы Начинаем Расслабляться У У Нас Этот Процесс Просто Он Оттягивается Ну Как Бы Так же Хорошо А Мы Любим Когда Нас Жалеют Нам Очень Комфортно В Этой Ситуации Мы Чувствуем Что Вот Я Вот Так Я Вот Так Вот Я Вот Да Вот У Меня Самая Сложная Ситуация Вот Послушайте Кого Нибудь Каждый Человек Когда Начинает Про Себя Рассказывать Он Говорит А Вот И Вот У Него Вот Это Вот Прям Вот Так Вот А У Тебя Ты Что У Тебя Ну У Тебя Ерунда И Это Всегда Так Сейчас Ребята Почитаю Если Есть Вопрос Задавайте Так Как Я Хочу Купай Склавный Ретрит Спасибо За Ваши Эфир Ух Теперь Я Уже Даже Не Знаю Хорошо Это Или Плохо Да Ребят Не Нет Я Ж Говорю Так По Честному Не Потому Что Хочу Кого То Как То Оскорбить Давайте Еще Раз Повторюсь Все Так Я Хочу Чтобы Вы Максимально Раскрывались И Шли Самостоятельно Потому Что Вы Каждый Можете Идти Самостоятельно К Своим Предназначению Так Скажем Да Потому Что Предназначение Вы Все Знаете Какое У вас Есть Готовы Об этом Сказать Самому Себе Или Нет Это Уже Другой Вопрос Но Оно Есть И Это Через Осознание Вечности Это Все Рано Увидите Вот И Почему Я Мне нравится Через Жесткость Потому Что Это Происходит Очень Быстро И Вы Очень Быстро Идете Сами Вам Не Нужно Будет Уже Никаких Гуру Никаких Лекторов Никого Никаких Там Еще Кого Там Не Важно Кого Вы Самостоятельно Это Делайте И Если Вы Приезжаете На Следующий Ретрит То Просто Потому Что Вам Кайфово Ко Мне Ребята Ездят С Ретрита На Ретрит Потому Что Там Кайфово Там Классная Атмосфера И Тот Человек Который У нас Был На Индивидуальном Ретрите На Трехдневном Который Просто Вскрылся И Распаковался Он Сделал Мультивизу В Россию Просто Чтобы Кайфовать Сюда Приезжать Хотя Раз В Месяц И Кайфовать Потому Что Ему Кайфово Находиться С нами А Нам Кайфово Находиться С ним С Распакованными Людьми Все происходит По-другому По-иному И Это Действительно Так И Про Трешечки Начала Он Говорит Так И Не Сказала Я Как Обычно Перескакиваю С темы На Тему Я Думаю Что Вы К этому Наверное Привыкли У Нас Сейчас Несколько Человек Они Пошли Дальше На Распаковку Начали Работать Ну Просто Так В двух Словах Скажу То есть Все же Прекрасно Уже Понимают Что Мы Можем У Нас Очень Большие И Большие Способности Нашего Тела Так Скажем Неограниченные И Сейчас Мы Идем К Открытию Одной Из Наших Способностей Только То есть Это Уже Не Про Психологию Это Уже Про Про Расфокусировку Физического Тела Вот И так Тоже Есть Взаимодействовать Со всеми На Принципе Так же Как Себе Ваше Мнение На Принципе А что Такое Принцип Принцип Это Нет Принцип Это Вообще Ерунда Я На Принципе Никогда Давным Давно У меня Нет Никаких Принцип Принципиальных Каких Действий Мнений Высказываний То есть Я Очень Четко Понимаю Что Я Очень Быстро Меняюсь Я Очень Быстро Меняюсь Сегодня Я Одна Через Минуту Я Другая Очень Много Заходят Знаний Очень Много Я Отдаю Знаний Очень Много Эти Знания Лежат Везде Вокруг Всюду И Что Такое Принцип Это Принципиально Какое-то Действие Которого Ты Придерживаешься Я Всегда Говорю Что Я Вот Сейчас Я Сказала Одно А Завтра Я Увижу По-другому Эту Ситуацию Я Вам Ее Расскажу Завтра По-другому Каждый Мой Эфир Это Здесь И Сейчас Это Я Рассказываю То Что Есть Сейчас В потоке Нет Никакого Принципа Я Я Не Иду По-принципу Я Иду По-честности Я Всегда Это Говорю По-честности Ребят Только Через Честность Мы Можем Мы Можем Раскрывать Себя Мы Можем Становиться Максимально Самими Собой Поэтому Принцип Это Не Про Меня Нет Никаких Принципиальных Действий Так И В Ютубе Ребят Если Есть Вопрос Пишите И Если В инстаграме Есть Вопросы Тоже Ребят Напишите Я Тогда Поотвечаю На Вопросы И Будем Закругляться Будем Закругляться Я Вас Всех Конечно Жду Сейчас С Десятого По Двенадцатое Число Я Буду В Ведрусе Меня Пригласили Там Будет Фестиваль Я Наверное Попрошу Организаторов Чтобы Чтобы Мне Скинули Пост Я Выставлю Его И Здесь И В Телеграме Если Кто-то Хочет Присоединиться Я Думаю Что Там Есть Возможность Присоединиться Потом Двадцать Двадцать Шестого Числа С Двадцать Шестого По Первый До С Сентября По Первый Октября У меня Будет Ретрит В Сочи Лоу Присоединяйтесь У меня Еще Осталось Одно Место Поэтому Ребят Кто Хочет Присоединяйтесь Которые У нас Трехдневные Ретриты Это С Открытыми Датами Ретрит Это Имеется Три дня Только Это С открытыми Датами Мы обсуждаем Дату Индивидуально Потому что Кто-то Делает Визы Из ребят Сейчас Чтобы Нам Не попасть Одно На другое Чтобы Не было Накладки Вот Которые Месячные Месячный Чат На троих Мы его Подняли Прям Максимально Чтобы вы Понимали Куда Идти Потому что И в Открытых Эфирах Это Очень Много Информации Даю Тоже По ним Можно Спокойно Распаковаться И Тридцатого Сентябрь Октябрь Тридцатого Октября Да Тридцатого Октября Будет Слёд Слёд Сыроедов Да Вот это Вот Ребята Сейчас Организуют Уже Несколько Несколько Раз Уже Организовывали В Подмосковье Я не знаю С какого Какое число Но я думаю Что там Везде будут рекламы Вы увидите Кто в теме И тридцатого Числа Я туда Полечу Меня пригласили И в этот раз Заранее Заранее Спасибо Что организаторам Заранее Потому что в тот раз Они меня Практически перед фактом Поставили У меня не было возможности Приехать Я приеду На денёк Вот и тоже С вами нужно Пообщаться Честно Относиться Со всем Так же Как к себе Безусловно Это в первую очередь Сложнее всего Относиться честно Это к себе Если ты К себе Относишься Честно Если ты По честному Скажешь Например Вот я По честному Сейчас сижу С фильтром Потому что Мне удобно Этот фильтр Это единственный Световой фильтр В инстаграме Все остальные Телеграммы Зумы Всё Я выхожу без фильтров Потому что Там нет фильтров И там я такая Какая я есть А здесь С фильтром И мне очень нравится Этот фильтр Потому что Разглаженная Немножечко Кожа Она у меня Как бы не совсем Такая разглаженная Хотя У меня нет прыщиков Не такой свет Он сразу же Начинает блестеть То нос То щеки То еще что-то Здесь этого нет И мне кажется Что это красиво И поэтому Мне нравится С этим фильтром Это по честному Конечно же Мне бы хотелось Чтобы В жизни Там я Тоже бы Получалась фотогеничная Но я не получаюсь Фотогеничная Это тоже по честному Я грубиянка Это по честному У меня Сейчас Практически Не бывает Таких состояний Чтобы я вышла Из себя Я не помню Чтобы они были Чтобы меня что-то Вывело из себя Ну по крайней мере Если кто-то Меня могут вывести Из себя Только мои дети Чтобы кто-то Из родственников Из посторонних Еще кто-то Чтобы меня вывел На какую-то эмоцию Ну Как минимум Год этого нет Это по честному Я не люблю бегать Это по честному Но иногда бегаю Потому что думаю Что может быть Я разбегаюсь Либо потому что Вот Мне хочется Где-то там пройтись Или искупаться Там в море Еще что-то Не люблю бегать Это по честному Люблю велосипед Катаюсь на велосипеде Каждый день Каждый день Не катаюсь Только в тех случаях Если я куда-то уезжаю Потому что у меня нет С собой велосипеда И если идет ливень И если идет ливень То есть под дождем Я тоже катаюсь А ливень Просто это опасно Только ливень Люблю танго Потому что там Ты идешь На энергии друг друга Это другие Как угомонить инстинкты Ай Какие инстинкты Про какие инстинкты Ты говоришь Угомонить инстинкты Тут же смотри Когда ты идешь В осознание себя Когда ты четко Уже себя осознал Вот прям вот тотально Да Мое любимое слово Тотально То у тебя уже нет Этих инстинктов Тогда вот Когда у тебя появляется Внутренняя ровность Ты можешь Как мысли Так инстинкты Так и чувствования Так и эмоции Ты можешь все это контролировать А контролировать Это очень легко Становит Только лишь потому Что они у тебя Не бурлящие Ты их очень четко Отслеживаешь А мысли Это вообще другой аспект То есть с мыслями Ты можешь вообще Их оставить Где-то там То есть мыслями Я пользуюсь Крайне редко Мне говорят О чем думаешь Ни о чем Уже сколько раз Ни о чем Не обязательно сидеть И о чем-то думать Можно просто быть И все Просто быть Не надо думать Не надо вот эти вот Мысли-мешалку Мы без этого Спокойно можем жить Светлана Вокруг У тебя Мой вопрос Мы сильно Но естественно Но естественно Эти моменты которая тянется даже из самого себя. Что она значит? То есть смотрите, мне очень много задают вопросов сразу же, когда говорят, о, через стены ходить, а могу ли я зайти в банк, взять там какую-то сумму денег и пойти? Можете, но вы этого никогда не сделаете, потому что ваш мозг никогда не даст вам осознать себя проходящим сквозь стены. Только лишь потому, что у вас есть вот эти вот мысли, которые ни к чему. То есть что такое деньги? Когда вы выйдете из структуры, из денежной структуры бытия, тогда у вас будет все, что вы хотите, все, что вам нужно. Не то, что вам навязал социум, а то, что вам нужно. Вот смотрите, ребят, я в этом платье уже, блин, тысячу лет хожу, и оно удобное. Это не говорит о том, что я могу или не могу купить какие-то еще платья. Мне в нем удобно. Вот прямо вот оно вот, оно удобное просто потому, что оно удобное. Оно вот здесь вот все широкое, оно все для лета, оно идеально. Оно не мнущееся. Его вечером закинул в стиралку, утром одел. Понимаете? И у каждого свое. А кому-то нужно сумка, чтобы обязательно была от Шинель за миллион рублей. И это не плохо и не хорошо, ему вот здесь вот хорошо на каком-то этапе от этого. А у меня вот такой этап, что я делаю то, что мне удобно, и мне хорошо на этом этапе от того, что мне хорошо. И мне не нужно идти в банк. Что я там буду делать? Я там буду взять деньги, чтобы купить квартиры каждому из ребенка? А не поддержали ли это в слабости моих мужчин? Или мне нужно купить какую-то крутую машину? Но у меня же есть велосипед, и у меня есть на чем ездить. Другая машина, не крутая, но как бы есть. И есть и комфортная машина. Обязательно, чтобы кто-то посмотрел на меня. И вот когда вот эти вот моменты у вас отработаны, то есть сначала вам это хочется. Ой, я хочу себе позволить там. Когда вы себе начинаете тотально позволять все, у вас многие вещи уходят от того, что да я действительно это могу. И они уходят как бы на то, что я могу это, но это не актуально. Это то же самое, что я могу поесть, но это не актуально. Но я же могу это сделать, мне же рот никто не зашил. Ни рот, ни попу. Поэтому, понимаете, это все, когда вы в себе перемалываете, сейчас подсчитаю, ребят. Когда вы в себе перемалываете вот эти моменты, перепроживаете их, когда у вас уже нет вот этого чувства, что вы готовы пройти через стену, просто чтобы через нее пройти. Не чтобы себе какие-то блага взять, не чтобы там кого-то там порадовать и показать им, что я там, смотрите, я могу. Не чтобы какие-то вот, что-то вот эти, а для себя просто знать, что это моя базовая настройка. Вот я могу говорить, я же с вами разговариваю не потому, чтобы показать. Я могу говорить, смотрите, у меня говорной аппарат какой. Нет, я же говорю, потому что вы такие же. И когда вы будете осознавать, что вокруг вас такие же, проходимцы через стены, вам просто это будет легко. Вы не пойдете с копом в банк, потому что если вы захотите идти в банк, вы никогда не пройдете через эту стену. Пока у вас нет, вот эта вот цепочка ваша структурная не переформируется к самому себе, вы это никогда не сделаете. Я не знаю, понятно я объяснила или нет, но как-то вот так, потому что у нас время уже поджимает. Я реально почувствовала, что все, что все вылетает у себя в саду в остине. Илон Маск лови, это просто в лед. Но ум офигел, да, да, ум всегда нас держит, это наш крючок определенный. И когда вы научитесь взаимодействовать, не разделять, а взаимодействовать, тогда будет по-другому. Когда вы сможете успокоить ум, то есть у нас тело, ум, мысли, сознание, единое сознание. То есть у нас есть сознание, есть единое сознание, как хотите вы называете, творец, бог, там еще как-то, без разницы. Когда вы все эти вещи осознаете, когда вы все эти вещи четко будете понимать, что, что, где, как дает, что, где, как дается, тогда вы сможете с ними дружить. И тогда вам будет очень хорошо, очень комфортно взаимодействовать всегда друг с другом. И тогда вы будете понимать, что ваше физическое, не вы будете физику тянуть, а всегда ваше физическое тело всегда будет идти за вами. То есть куда вы пошли, физика всегда подстроится. Не важно, сколько вы будете туда идти. 60 лет или 160 или 1600 лет. Тело всегда подстроится, когда вы поймете, когда вот вы это осознаете и поймете, как это действует. И вот в этих вот чатах троечка, почему мы через негатив, потому что пока вы не пройдете вот этот вот первичный этап ровности самого себя, пока вы не научитесь по-честному себе признаваться в самом говне, вы дальше никуда не двинетесь. Когда вы будете говорить, ааа, ты мне не таким тоном сказал. А ты будешь говорить, я не таким тоном. Когда вот это вот еще у вас будет играть, это еще другой уровень. Но если вы это высказываете, хотя бы научиться для начала это высказывать, принимать, и думать, да, я это как бы высказал, я принял, вот это вот во мне есть еще. Я еще бурлю, говнецо-то кипит. Потому что, ребят, не важно же, откуда вы вымываете говно. Вы из желудков вымываете говно? На этих, на голоданиях сидите, на клизмах сидите еще. А в башке-то говна еще больше. Вот все-таки нужно отсюда в первую очередь вымывать, и отсюда все вычиститься. Рыба гниется головой. А в Инстаграм можно озвучить стоимость ваших услуг? Сколько они стоят? Смотря какие стоимости. Вы мне можете написать, и я вам, я не буду в Инстаграм потому что, звучит, потому что эти эфиры, он же дублируется еще у нас в Ютубе. И бывает, я цену меняю, люди говорили, а вот вы сказали вот так вот. А я меняю цену. Бывает такое, что я меняю цену, да. И бывает еще такое, что у нас есть люди, которые у нас без оплаты ведутся. Есть и такие. Потому что если мы видим, что вот этого человека нужно вести вот так, то мы его ведем вот так. Либо за какую-то минимальную стоимость, либо у нас есть несколько человек, которых мы ведем и без оплаты. Потому что мы видим потенциал, но на сегодняшний день вот у него нет. Это очень благодарные люди, это другие. Потому что некоторые могут заплатить, а потом сесть и говорят, ну что, работай. Выводи меня в просветление, в пробуждение, и пусть меня вот выстегнет. Нет, а есть вот такие, да, действительно люди, которые вот так вот идут. И мы тоже с ними работаем. А сходить в туалет, это плохое взаимодействие с природой? Да нет ничего плохого или хорошего? Почему? Сходи, клево. Нет, плохо или хорошо, это наши просто критерии социально привязанные. Светлана, вы еврейских кровей? Ну, как бы я не... Нет, не слышала, чтобы у меня кто-то был в семье оттуда. Нет. Опять собака чешется. Все, ребят, у нас уже время заканчивается. Я постараюсь сохранить эфир, потому что Инстаграм очень плохо сохраняет эфиры, как-то они вот не очень сейчас с нами хотят работать. Я вас всех благодарю, что вы были. Я вас всех благодарю за вопросы. Пишите обязательно, какие темы вас интересуют. И в своем понимании я с удовольствием на них вам отвечу. Все. Всех люблю, всех обнимаю. И всем отдаю то, что у меня есть сейчас. С огромным-огромным удовольствием. Спасибо.